Всем добрый день! С вами я, Тамара Нарышкина, профессиональный консультант китайской метафизики, коуч-тренер, преподаватель, финансовый аналитик, официальный представитель мастер-клуба Фэншуй Владимира Захарова в городе Венеция, Украина, бизнес-вумен, руководитель с 20-летним стажем ведения бизнеса собственного. В ближайшее время нас с вами ждет одно из самых сложных затмений 2020 года. Это у нас будет полутеневое лунное затмение 10 января 2020 года, которое произойдет в 19-20 по Бринвичу в зодиакальном знаке Рака. В чем же особенность вот этого затмения именно? Ну, во-первых, вот это затмение 10 января, оно будет проходить в первое полнолуние 2020 года, уже само так скажем. Момент примечательный. Поскольку это Луна, у нас выходят на первое место отношения, как личные, так и семейные, партнерские. И это в период времени, когда могут создаваться новые связи и рушатся старые, давно сложившиеся. Причем те новые связи, которые будут, будут появляться возможности их создания, они будут достаточно долгосрочные. Поэтому вот, когда в этот период жизни будут появляться вокруг вас какие-то новые незнакомые люди, и у вас произойдет какое-то знакомство, обращайте на это внимание. Потому что этот контакт может быть надолго, они останутся в вашей жизни. И в то же время могут отходить, так скажем, ненужные люди, даже те, с которыми вы общались долгий период времени до этого. Первый момент. В принципе, хорошо это или плохо, ну как сказать, я думаю, что это совсем даже неплохо. Еще момент. Почему? Потому что, вот смотрите, лунное затмение, Луна, она выводит из тени скрытые проблемы какие-то, да, которые давно требовали какого-то решения, завершения. И как раз наступает момент, когда это нужно сделать. То есть, вас, жизнь, ставит такие обстоятельства, когда вы вынуждены завершить эти дела и оставить все это в прошлом. Ну, для вас же и лучше. Потому что они мешают и тормозят нашему дальнейшему пути и развитию. То есть, когда будет этот момент, не пугайтесь тому, что все тайное начнет выходить наружу. Просто будьте к этому готовы и решите те вопросы, которые давно назрели и спокойненько продолжайте свой путь. Тем более, что я еще раз скажу, что лунное затмение, вот это 10 января, оно даст возможность создания новых долгосрочных отношений. И, опять же, итак, что делать, что делать? Первое, завершить ранее начатые дела те, что у вас не завершены. Поставить новые цели и задачи. Составить план действий в ближайший период своей жизни. Важно держать эмоции под контролем, избегать конфликтных ситуаций, провести медитации, очистить, успокоить свое сознание, прислушаться к своему подсознанию. Обращать внимание на знаки Вселенной. Подсказки будут, даже не сомневайтесь. И, наконец, после того, как период затмения закончится, начинать двигаться вперед и дальше. Все. И будет все хорошо. Наблюдать полутеневое лунное затмение 10 января смогут жители Европы, Азии, Африки и Австралии. Всего самого лучшего. И тут, коротко тогда нам скажите, как себя будут чувствовать люди, вот состояние здоровья, вот людей, кому надо обратить внимание, и сколько вот оно влияет на нас, это затмение? Так вот я же говорила, оно влияет от 7 до 10 дней до начала затмения и столько же после затмения. А страдать будут люди чувствительные к энергетическому воздействию влияния, то есть тонкой эмоциональной психикой и настройкой, и люди склонные к сердечно-сосудистым заболеваниям. Спасибо.